Шеф-повар, Максим Григорьев. Салат с осьминогом и картофелем. Это один из классических итальянских салатов с морепродуктами, в данном случае именно с осьминогом. Его готовят практически в каждой семье. И не исключены, соответственно, дополнения и незначительные изменения в составе этого теплого салата. Нам он больше всего нравится в своем минималистском составе, а именно, вареный картофель и осьминог. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты – основное. Картофель 900 грамм. Лавровый лист 2 штуки. Лук репчатый 1 штука. Морковь 1 штука. Осьминоги свежие 900 грамм. Перец черный горошком 5 штук. Сельдерей стебли 1 штука. Уксус винный белый 1 столовая ложка. Ингредиенты – соус заправка. Картофель 900 грамм. Лавровый лист 2 штуки. Лук репчатый 1 штука. Морковь 1 штука. Осьминоги свежие 900 грамм. Перец черный горошком 5 штук. Сельдерей стебли 1 штука. Уксус винный белый 1 столовая ложка. Соус заправка. Масло – оливковое экстра верджин 2 столовые ложки. Перец черный молотый 1 щепотка. Петрушка свежая 1 пучок. Соль 1 щепотка. Чеснок 1 зубчик. Шаг 1. Ингредиенты – осьминог, картофель, луковица, морковь, стебель сельдерея, лавровый лист, перец горошком, уксус, зелень петрушки, оливковое масло, сок лимона, соль по вкусу. Шаг 2. Итак, приступаем к приготовлению осьминога. Обычно их продают уже в полуобработанном и достаточно очищенном виде, единственное, что нужно сделать перед варкой, это удалить клюв, находящийся в отверстии под головой осьминога. Затем осьминога нужно хорошо отбить, положить в большую кастрюлю, добавить туда же очищенную луковицу, морковь и стебель сельдерея, можно порезать крупными кусками, добавить лавровый лист и залить водой. Ни в коем случае не солить. Но, влить немного уксуса. Варить на среднем огне 40 минут. Если осьминог уж совсем большой гигант, то не менее 1 часа. Шаг 3. Тем временем отварить в подсоленной воде до готовности картофели почистить. Нарезать его небольшими кубиками. Шаг 4. Готовому осьминогу дать остыть в воде, в которой он варился. Затем достать его из воды. Можно очистить от присосок, если они вам не нравятся. Шаг 5. Нарезать щупальца и голову осьминога небольшими кусочками, схожими по размеру с кубиками картофеля. Выложить в миску вместе с картофелем. Шаг 6. Для заправки измельчить петрушку и маленький зубчик чеснока, можно без него, это на любители. Шаг 7. Добавить измельченную петрушку и чеснок к салату, перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Заправить все оливковым маслом и несколькими каплями лимонного сока. Дать постоять, прикрыв пленкой, минут 30 и можно подавать на стол. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.